Поэтому я хочу вам представить Катю Костереву, которую я безумно люблю, безумно уважаю. Она очень хорошо говорит и, я думаю, поделится опытом, как достигать успеха. Не, спасибо. Всем привет. Вы знаете, я немножко неправильно подготовилась к этому ивенту. Я не думала, что будет политический окрас, я не думала, что мы будем говорить о стратегии работы с нашей властью. Поэтому, в общем, не готовилась к этой части. Поэтому, если вы позволите, я буквально одно слово скажу. Все, что касается предпринимательства в Украине, организации бизнеса, работы с властью и дальше немного о бизнесе. Очень классный, не запомнила молодого человека, был комментарий про Узбекистан. Привет. Вот про Узбекистан, вот так вот в принципе работают многие компании в нашей стране. И это стратегия, которая более не менее позволяет выживать в этой стране. В принципе, все, что я хотела сказать о власти, теперь немножко о бизнесе. Обычно, когда выходят спикеры на конференциях, возникает вопрос, почему их пригласили и чем они вообще занимаются. Значит, занимаюсь я менеджментом в основном сегодня, к сожалению. Меньше предпринимательством и еще меньше экспертизой в моем бизнесе. Это CRM, Customer Relationship Management. Почему меня пригласили? Ну, во-первых, потому что мы дружим с Денисом. Я так понимаю, что это как такой первая причина. Вторая причина. Я думаю, что предпринимательство это в принципе самое интересное занятие, которое есть на свете. Мне в принципе не кажется, что может быть что-то более увлекательное в этой жизни, чем предпринимательство. Ну и третья причина. Нам повезло, потому что Террасофт вошел в те 10% компаний, которые не умерли, как 90% стартапов первые годы, а в общем превратились в достаточно успешную компанию. У нас работает 300 человек, 4 офиса по миру, 30 стран мы охватываем через дилерскую сеть. Оборот растет примерно на 75% ежегодно на протяжении всех 10 лет существования компании. И мы занимаем в СНГ 10% доли рынка CRM-систем. Но это то, что компания сегодня. Что я хотела сегодня рассказать? Ну, на самом деле у меня нет такого четкого сценария. Я в двух словах расскажу, как мы начинали, и буду рада отвечать на все ваши вопросы. Нормально такой план? Значит, 2002 год, Денис немножко ошибся двумя годами раньше, начали мы в 2002 году. И вот здесь очень важный момент. Почему я вот сказала, нам повезло? Потому что я тогда не читала умных книг, которые, как мне сейчас кажется, надо читать каждому предпринимателю. Это «Стратегия голубого океана» Ким Чан и это «Сэт Гудин. Фиолетовая корова». Это две книги, которые сейчас лежат у меня на столе. Я советую их всем предпринимателям. Это такая азбука предпринимательства. То есть, если их не читать, то может повезти, как повезло нам. Если их почитать, то вероятность того, что получится, как мне кажется, намного выше. Итак, почему нам повезло? Потому что, по сути, мы в нашей стране в 2002 году открыли то, что называется «Голубой океан». То есть, мы не полезли в тот сегмент рынка, который занят, где много конкуренции, где вот то, что называется, то, что Ким Чан называют «багровые реки». То есть, идет очень сильная борьба за лидерство, очень сильная конкуренция и так далее. Мы, по сути, начали открывать в Украине, а потом в СНГ, новый рынок. Это рынок систем управления взаимоотношениями с клиентами. Рынок CRM систем. И вот почему нам повезло. Мы пришли, мы были единственные на рынке. И я здесь написала, наш основной актив был, по сути, уникальное для рынка СНГ предложение. И это то, что, вот я советую очень многим своим друзьям, предпринимателям, это не лезть в «Багровый океан», не лезть на тот рынок, где большая конкуренция, не создавать, ну не знаю, тысячу первое рекламное агентство, не создавать тысячу первый продуктовый магазин, не создавать то же самое, что уже есть на рынке. Постараться, ну вот найти что-то совершенно новое, то, чего еще не предлагают на этом рынке. Работало нас тогда в компании аж два человека. Мой партнер и я. Мы работали всем. Ну то есть курьером, секретарем, продавцом, программистом, документатором, тестировщиком, создателем веб-сайтов. То есть мы вдвоем делали все сами. Это был 2002 год. И с момента, как мы запустились, то есть мы создали первый продукт, у нас сразу начали появляться клиенты. Сразу начали появляться клиенты, и мы начали расти очень быстро. Через 8 лет. Доклад называется «Через 8 лет», ну как тема, да, что через 8 лет. Через 8 лет уже 3000 предприятий в СНГ использовали наше программное обеспечение. Сейчас среди наших клиентов «Яндекс», у которого 300 человек работают с нашей системой. Например, «Пумп», «Связной», «ВТБ-факторинг», «Халык-банк Казахстана», это крупнейший банк Казахстана, где 6000 человек работают с нашей системой. То есть сегодня, в общем, есть какой-то результат. И вот дойдя, в общем, до этого результата, мы подумали, что надо начинать что-то новенькое. И этим новеньким мы решили, что должен стать наш выход на западные рынки. И то, что мы начали делать сейчас, и это наш новый предпринимательский проект, это работа на зарубежных рынках и продвижение нашей продукции на зарубежных рынках. Мы стартовали ровно год назад, получили разные премии и номинации. И, в принципе, это все, что я хотела вам рассказать сегодня о компании. Если есть какие-то вопросы о том, как создавалась компания, как развивалась, какие сложились вообще, какие-то мысли, пожалуйста, задавайте. Ну вот смотрите, первые шаги. Вот у нас появился продукт. Что с ним делать? Откуда он появился, мы его запрограммировали. Мы оба с моим партнером, мы оба программисты. То есть он больше программировал, я больше занималась документированием, я создавала веб-сайт. Ну то есть мы сделали все своими руками, без инвестиций и так далее. Вот у нас появился продукт, дальше его нужно продавать. Как продавать? Ну вот если бы я была в 2012 году, ну понятно, есть один способ, самый эффективный, самый дешевый, ну самый лучший. Все вы его знаете. Какой? Интернет. Продажи через интернет. Единственное, во что я бы сейчас инвестировала деньги, если мы говорим о предпринимателях, которые стартуют с нуля, у которых нет инвестиций, нужно с минимальными затратами выйти на рынок. Это в том, чтобы ваш сайт был оптимизирован под поисковики. Это, ну вот такое самое главное требование. Сегодня, когда ваш сайт оптимизирован под поисковик, и ваш потенциальный клиент вводит название вашего товара в поисковике, ваш сайт появляется сверху в списке, ну и понятно, с ним начинают работать. К вам начинают обращаться клиенты. Это самый простой и эффективный способ. В наше время, когда мы начинали 2002 год, конечно, интернет еще не был настолько развит, как это сегодня в 2012, поэтому мы занимались прямыми продажами, как абсолютно верно девушка сказала. То есть мы брали желтые страницы, звонили клиентам, проводили презентации. Ну давайте так, чтобы совершенно четко вы понимали, ну вот как мы работали, я делала 4 встречи в день. То есть я ездила по Киеву, презентовала наш продукт, показывала его различным предприятелям, предприятиям общалась. Это было 4 встречи в день примерно, вела переговоры, и мы договаривались о том, что мы будем внедрять наше программное обеспечение на предприятии. Вот так это было в 2002 году. Ответила на вопрос? Ну погнали дальше. Привет. Представлю, Владимир работал в нашей компании сколько? Года два ты работала? Да, два года. Спасибо большое. Хотел сразу сказать, Катерина, мне было очень приятно. Я многому научился, как у Катерины, так и в той компании, в которой я работал, с помощью тех сотрудников, которые были. И хотел бы задать вопрос. Вот сейчас у меня есть проблема. Я не могу определить, насколько компания должна быть клиентоориентированной, чтобы быть успешной. Вот я хотел бы услышать от вас, что такое клиентоориентированность и как же вы нашли эту грань. Спасибо. Во, слушай, ну ты прямо в точку. Я хотела рассказать кейс сегодня. На самом деле, кейс, который, я вот думала, с чего начать, с рассказа о своей компании или с рассказа о компании Запас? Ну, с моей стороны, совершенно уникальный кейс. Пожалуйста, поднимите руку, вот небольшая просьба. Кто знает бренд Запас? Кто слышал компанию? О, ну круто, все знают. А кто читал книгу Запас, доставляя счастье? Можно я тогда тем, кто читал, ну вот там в Твиттере где-то отдохните, я два слова расскажу об этой компании, потому что кейс совершенно уникальный. 99-й год. Создается компания, это я отвечаю на твой вопрос, создается компания, которая занимается торговлей обуви в интернете. Ну, то есть, Запас это интернет-магазин обуви. Ну, то есть, это настолько банально, то есть, ничего в этом нет революционного. Интернет-магазин, все мы с этим работаем, все хорошо знаем. Обувь, ну, самая обычная обувь, тоже ничего особенного. Теперь факты про эту компанию. Значит, уже в 2008 году компания перевалила через порог 1 миллиард долларов оборота. Уже тогда она стала 23-й компанией в списке 100 лучших работодателей Соединенных Штатов Америки. Я вам скажу так, месяц назад я была в Штатах, последний раз, Ну, вот, ну, не каждый второй журнал, но в каждом киоске, где продаются журналы, где-то на обложке есть имя Запас. Возникает вопрос, чем может быть так уникальна компания, которая торгует обувью через интернет? Ну, вот, ну, совсем банально. Никакого там, не знаю, ноу-хау. Ответ следующий. Вся стратегия компании построена на том, чтобы дать своим клиентам совершенно уникальный опыт общения с брендом. Powered by service. Запас говорит, powered by service. Вся стратегия построена на том, чтобы дать совершенно уникальное по своему качеству обслуживание клиентов. В чем это состоит? Вы можете заказать в интернет-магазине Запас 10 пар обуви. Вам доставят все 10 пар обуви абсолютно бесплатно. Вы их померяете. Ну, потому что, понятно, обувь нельзя покупать не померяю. И вам не подойдет ни одна пара. У вас все 10 пар обуви доставят обратно на склад поставщика и тоже абсолютно бесплатно. Если вам подошла одна пара, вы купите одну пару, 9 пар доставят на склад поставщика. Возврат товара возможен в течение 365 дней. Вопрос к вам. Как вы думаете, Вова, к тебе? Как ты думаешь, на какую статью Запас относит нереально большие затраты на логистику? Представляешь, сколько таких людей, которые заказали 10 пар, не одну не купили, а потом вернули. На какую статью затрат относятся эти расходы? На рекламу, на маркетинг. Маркетинг, да, 100%. Дальше. Контакт-центр Запаса работает 24 на 7. Как вы думаете, как называется отдел контакт-центра? Группа лояльности клиента. Ну, а на самом деле предоставление удовольствия клиентам. Нью-Йорк, Таймс, в общем, не помню название. А, Нью-Йоркер, журнал Нью-Йоркер. Статья на первой обложке на весь разворот. Оператор отдела лояльности клиентов проговорил 5 часов, 24 минуты, 32 секунды со своим клиентом, обсуждая с ним, какая марка обуви лучше. Ну, вот скажите, если с вами продавец 5,5 часов будет обсуждать, какая марка обуви лучше, вы будете покупать обувь где-нибудь еще, кроме этого магазина? Конечно, нет. Ну, вот и кейс запас, все, вот в этом вся фишка. И вообще клиент-ориентированность пронизывает полностью всю компанию Запас. Каждый шаг, вот каждое решение принимается на основании того, будет ли счастлив наш клиент. И вот эта клиент-ориентированность, по сути, и сделала компанию Запас такой модной, популярной, ну и очень-очень успешной с точки зрения бизнеса. Да, давайте. А можно, я просто хотел бы уточнить тогда, ответ на вопрос такой. То есть клиент-ориентированности должно быть максимально много, но так, чтобы это было все-таки выгодно бизнесу. Или все-таки вообще максимально много, или это будет все равно выгодно бизнесу? Знаешь, смотри, вопрос философский. Я тебе скажу так, с годами, с годами я прихожу к тому, что любой шаг, связанный с клиент-ориентированностью, даже если это идет в ущерб прибыли владельцев компании, он все равно в итоге обернется компанией дополнительным доходом. То есть ответ максимально много. Спасибо большое. Спасибо. Давайте следующий вопрос. Александр Белоконь, Одесса. Я на тренингах тоже очень часто говорю о предоставлении удовольствия клиентам. Сам постоянно к этому стремлюсь. Но когда я читаю истории, подобные запасы, не читал, но есть и другие подобные. Кстати, продается, извините, Саша, продается книжка, я видела, вот тут на ларьке, вот прямо возле входа, тот же запас доставляет счастье. У меня иногда возникает вопрос, насколько это можно переложить сегодня в Украину в такой идеальной форме, как это пишется в книгах. Потому что, ну, есть масса вещей, которые в Америке вот доступны и приезжают наши, о, на халяву. И просто, ну, то есть берут без... То есть насколько Украина готова к вот такой идеальной картинке, которая пишется в книжках о клиентоориентированности. Хотя я в целом согласен, проповедую это, но даже у меня есть такой вопрос. Слушайте, Саша, вы знаете, мне в принципе очень тяжело говорить, вот понять, вот как предыдущие докладчики, там, понятиями Украина, там, страна, народ. Я вот мелко мыслю. Вот мы с вами, вот лично вы, лично я, вот мы хотим получать такой сервис? Конечно, мы хотим. Будем ли мы лояльны той компании, которая предоставит нам этот сервис? Конечно, будем. Поэтому, ну, вот для меня ответ однозначен. Вне зависимости от региона, если мы хотим развивать бизнес, бизнес развивается только за счет клиентов. Клиенты приходят по рекомендациям. Но я вам скажу свою статистику, в террасофт 65% клиентов, вот покупок, осуществлены по рекомендации. В запасе 75% совершены по рекомендации. Ну, то есть, это единственный возможный двигатель, когда вы, ну, вот у меня был кейс, да, менеджер террасофт пообщался с клиентом, ну, вот мы показали систему и так далее. И клиент после этого написал на фейсбуке, я не знаю, хватит ли мне денег купить террасофт, я не знаю, стану ли я вашим клиентом, но то удовольствие, которое я получил от работы просто там на протяжении часа с вашим менеджером, я хочу этим удовольствием поделиться там со своими друзьями и так далее. Окей, этот клиент не купит у меня систему, но при этом все его друзья узнали о том, что мы делаем качественный сервис и может быть кто-то к нам обратится. Ну, вот как-то так. Да, давайте. Вот девушка, я помню. Поднимала руку. Нет, вон девушка там поднимала руку давно уже. Спасибо большое за слово. А у меня такой вопрос. Вот из двух людей вас стало 300. Наверное, залог успеха, да, это в команде. Как вам удалось создать эту команду? Слушайте, ну женщинам вообще легко создавать команду. У нас же с вами материнский инстинкт. Мы же со всеми, как вот, ну не с детьми, конечно, но стараемся, по крайней мере. Мой залог команды, успешной команды в исключительной честности. То есть вот если я назначаю какого-то человека руководителем какого-то департамента, то это значит, что я ему абсолютно доверяю, абсолютно открыто и абсолютно открыто во всех взаимоотношениях с этим человеком. И ожидаю, ожидаю, по сути, то же самое от него. И мне кажется, что то, чего не хватает в нашей великой стране, это вот это доверие и честности между директорами бизнеса, руководителями департамента, middle management и так далее. Ну, наверное, так как-то. Ваши ожидания всегда оправданы? Нет, ну конечно не оправданы, ну что вы. Конечно не оправдываюсь, но это опыт такой жизненный, он у всех, наверное, у всех нас есть. У всех, все сталкиваются с разными неприятными ситуациями. Я попрошу Екатерину подсказывать, кто будет задавать следующий вопрос. Мне все равно, кому кто хочет, ну вот кто ближе, давайте по очереди, потом вот молодой человек там тоже. Добрый день, я бы хотел спросить, как вы пришли к тому, чтобы создать свою CRM-систему, как вы увидели вот эту нишу, ну потому что все что-то делают, кто-то практикует, да, но как вы вот эту идею поняли? Крутой вопрос, да, крутой вопрос, спасибо большое. Вот мне кажется вопрос вот прямо в точку, он очень важен. Мне кажется, что если вы сами, ну окей, да, не буду рассказывать как надо, расскажу как у меня было. Но мы очень сильно верили, когда мы создавали в эту систему, вот знаете, прям вот верили-верили в то, что такая система абсолютно жизненно необходима любому бизнес-предприятию, которое в принципе существует. То есть мы верим в то, что эффективный бизнес не может работать без системы управления взаимоотношением с клиентами. И когда мы общались со своими друзьями, вот Денис, да, например, с коллегами, с бизнесменами и так далее, мы видели, что в Украине нет такой системы, а она очень нужна. Поэтому мы решили ее создать. Ответила на ваш вопрос или вы что-то другое? Ну то есть мы, понимаете, то есть мы видели, что подобная система нужна, да, то есть этот товар нужен, его нет на рынке, значит, нужно его создать. Ответ. Магину пропустили. Когда вы увидели, где вы увидели? Ну как вам пришлось? С людьми общалась. То есть? В основном. То есть вы один раз поняли? Ну вот смотрите, я там, ну тоже как бы не это, не из каменного века. То есть я работала в IT-бизнесе, например, у меня был опыт, я работала в предстоительстве IBM в Украине, ну в разных компаниях, у меня был какой-то опыт. И для того, чтобы эффективно работать с клиентами, нужна CRM-система, да. Ну то есть мне было неудобно делать записи о клиентах в Excel или в Outlook, ну блин, ну это каменный век. Поэтому я подумала, что нужна такая система. Я посмотрела в интернет и увидела, что на Западе, где-то вот в Америке, про которую Ольшанский рассказывал, такие системы есть. И я подумала, надо создать такую же систему и в Украине. Окей? Здравствуйте, Александр, предприниматель. Хотелось бы вернуться к вопросу человеческих ресурсов. Все не секрет, что главным драйвером являются люди в развитии бизнеса. Сто процентов. Вот как правильно их рекрутировать и как правильно действительно подбирать правильных людей, которые будут развивать бизнес. Потому что я так понимаю, что не только вы развивали бизнес, а в большей степени, наверное, развивали ваши там подчиненные, ваши сотрудники. Вот как найти правильных людей? Да, окей. Ну, можно разделю вопрос на две части. Первая часть, в которую я не верю, если можно, да, так с критики. Много знакомых у меня мыслят так. Мне надо найти на рынке, отрекрутить, схантить, купить, называйте как хотите, мега крутого специалиста, которого я поставлю начальником отдела продаж, и он мне разовьет бизнес. Вот не верю, что это работает. Окей, я не видела, чтобы это работает. Это работает в крупных корпорациях, когда ты транснациональная корпорация. Они все друг у друга кого-то хантят, да, постоянно, нон-стоп. Это такой бизнес. В предпринимательстве должен быть вот этот главный предприниматель, который и двигатель продаж, и двигатель маркетинга, и двигатель R&D и так далее. Вот от него все должно идти. Вот это мое глубокое убеждение. А потом он уже дальше передает свою энергию, свое видение, свой драйв людям, которые он доверяет, и они передают это все дальше. Вот примерно так. А если говорить про рекрутинг, могу только сказать, как мы работаем. У нас есть два типа компетенций, которые мы проверяем у людей. У нас есть базовые компетенции, то есть мы смотрим на человека, подходит ли он для нашей корпоративной культуры. Ну там такие моменты, например, ответственность, ориентация на результат, оптимизм. И профессиональные компетенции. Ну то есть вот, например, если суперпрограммист, суперскиллы у этого программиста, он очень хорошо все умеет и делает, но при этом он не подходит нам по базовым компетенциям, он не ложится в нашу команду. То есть я понимаю, что мы его возьмем на работу, и в его команде появится плохая атмосфера, людям будет некомфортно с ним работать, не хотят с ним работать, то мы его не берем на работу. Ну вот так как-то. Вон был там вот вопрос. Давайте. Ответила я на ваш вопрос, Александр? А вот вопрос был. Да, вот вы же поднимали руку все время. Возьмите, пожалуйста, а то плохо слышно. Спасибо. Мне бы хотелось узнать о… ну давайте, пускай это будут три ошибки от начала бизнеса. Было два человека, стало там, например, 10 или 50 человек. Вот три такие ошибки, которые вы сейчас уже со своим опытом можете сказать, что да, это были, возможно, ошибки. И второй вопрос у меня. Ну, хотелось бы, чтобы вы поделились просто опытом. Вот опять-таки было у вас два человека, вы партнер, потом у вас стало там 10, 50 человек. Вот как вот этот опыт был делегирования, да, когда вы все делали сами, и вы как предприниматель, ну, наверное, обладая определенной философией, делали это максимально эффективно. И как был вот момент опыт делегирования, когда появились люди, которые нужно было, может быть, заряжать этой философией. Вот этот момент. Дайте про ошибки. Значит, про ошибки ситуация такая, вот хотите верьте, хотите нет. У меня вчера была идея. Я хотела посчитать, сколько неудач, там, ошибок, неудач каких-то, давайте так, плохих новостей приходится на одну хорошую. Вот как вы думаете, у кого как? Вот давайте поделимся опытом. Сколько плохих новостей в жизни у человека на одну хорошую? Да, 10 к одному в один день, 10 к одному, в другой день, 20 к одному. И мне кажется, что там, если где-то в психологию посмотреть, вот это и есть глубинная причина, почему 9 из 10 стартапов не выстреливают. Потому что количество неудач, ошибок, ну, просто невероятное. Ну, просто невероятное. И тебе нужно цепляться за каждую удачу, ну, по крайней мере, что я для себя, я цепляюсь за каждую удачу. И вот дальше, дальше накапливаю, пытаюсь накапливать успех и как-то не обращать внимания на какие-то там фейлеры, да, на какие-то ошибки. Три самые главные ошибки, я об этом, честно, никогда не думала. Я скорее подготовила, вот там дальше слайд у меня есть такой, что точно надо делать. Вот, если можно, да, я покажу, а потом отвечу дальше на вопрос. Вот, мне кажется, что когда готовится новый продукт или создается новая компания, нужно себе задать три вопроса. Ну, окей, я себе задаю эти три вопроса. Как, кто делает то же самое, что будем делать мы? То есть, насколько конкурентное это поле? Сколько у меня конкурентов вообще? Чем мы отличаемся? Ну, то есть, почему будут покупать у меня, а не у моего коллеги там, или конкурента? И можно ли назвать наше предложение уникальным? Конечно, самое классное, это когда вам удается сделать конкурентов не актуальными за счет уникального предложения, за счет того, что то, что предлагаете вы, в принципе, не предлагает никто. Примеры вот таких вот уникальных продуктов я расскажу только об одном. Кто знаком с таким брендом Little Mismatched? Есть кто-то, да? Ну, слушайте, совершенно уникальная компания, но правда тоже Соединенные Штаты Америки, а не Украина, sorry. Значит, тема следующая. Компания решила, что выпускать носки, это производитель носков, да? Производить носки одинакового размера и одинакового цвета и две штуки в паре, это очень скучно. Нужно что-то веселее. И компания начала поставлять три штуки в паре, три штуки разного цвета, три штуки разного размера и так далее. Как вы думаете, кто их целевая аудитория? Те, кто потерял носки, мужчины еще? Дети, особенно девочки. Ну, это просто фантастика. Ну, конечно, все девочки хотят только такие носки. Теперь о бизнесе. Теперь о бизнесе этой компании. Не помню точно, это или прошлый, или позапрошлый год. Начало года, оборот, годовой оборот компании 1 миллион долларов. Выводят на рынок вот эти вот мисс мэч носки. Через год, как вы думаете, какой оборот компании? 40 миллионов. В 40 раз рост бизнеса. Просто за счет уникальной идеи. Вот то, что я пытаюсь сказать, вот отвечая на вопрос, что не надо делать, я вот пытаюсь ответить, что надо делать. Надо стараться придумать что-то особенное для своих клиентов. И вот уникальное рыночное предложение. А второй драйвер, это, по сути, вот мой ответ на Вовин вопрос. Это может быть стандартный товар. Интернет-магазин обуви. Но при этом, пользуясь этим товаром, ваши клиенты получают какой-то совершенно уникальный опыт. Ну, например, я забыла эти авиалинии, может быть, вы мне подскажете, и тоже в Америке, где стюардессы, ну, вот ролик был на YouTube, где стюардессы танцуют. А, это Virgin делал. Окей. Ну, то есть, вы знаете этот кейс. Ну, то есть, просто стюардессы танцуют, они ходят в самолете. Ну, конечно, если у меня будет выбор, я полечу там, где стюардессы танцуют. Ну, вот как-то так. Катерина, можно два вопроса, но они связаны. Немножко пересекаются с прошлым. У вас за 10 лет компания выросла с двух человек до 300, это примерно 15 тысяч процентов роста. Какие вот ключевые моменты вы можете сказать, что вот вы почувствовали разницу там, в этом году была, потому что вас стало там 50 или 10. И как бы момент, вот вы считаете свою компанию успешной, правильно? Когда вы проснулись и… Нормальная. Успешной. Когда вы проснулись и поняли, что все, вот это успешно. О, никогда, что вы. Ну, что вы, но давайте на второй вопрос. То есть, в принципе, у меня такого ощущения, что мы успешны, нету никак, никогда и никогда не было. У меня обратное ощущение постоянное, что нам нужно быстрее, как это там, в Советском Союзе было? Да, быстрее, выше, сильнее. Вот это меня постоянно гложет, эта мысль. Я просыпаюсь обычно с другой мыслью. Никакие мы успешные. А почему же мы еще не сделали это, 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 это? Ну, это вот как-то так оно выглядит. Ну, и причем я говорю абсолютно успешно. Абсолютно серьезно. То есть, мне кажется, что ощущение успеха, оно, в принципе, останавливает человека. И если вдруг вам такое ощущение пришло, не дай Бог, то гнать его от себя нужно вообще. Ну, зачем оно нужно? Оно не помогает развиваться. Вы сразу останавливаетесь в развитии. Теперь по поводу людей. И вот по поводу людей я не ответила на второй вопрос. Был тоже вот до этого. По поводу людей самое сложное, это люди, понятно. У меня в нашем бизнесе был переломный момент, когда настало где-то вот несколько десятков. Я вам скажу почему. Потому что когда вас там 10-20, это такой family бизнес, да, то есть еще такой семейный масштаб, то есть вы еще очень-очень дружите, вы, скорее всего, даже, может, какие-то, ну, родственники, но вы очень близки. Когда вас уже там за сотню, ну, это уже компания, то есть уже есть иерархия, уже есть руководители, уже есть правила, уже есть процедуры, бизнес-процессы, регламенты, KPI и так далее. А вот когда вот эти несколько десятков, ты еще вроде не совсем лидер, то есть ты еще не понимаешь, что ты руководишь коллективом, то есть это вот уже люди не такие тебе близкие, да, вот такой переходный момент, то есть это еще не family, уже не family, но еще и не компания. И вот для нас вот этот момент был самым таким сложным. Это был где-то, знаете, какой, это был 2004 год, 2005, вот это были самые сложные годы с точки зрения становления компании. А когда нас уже стало сотня, то мы пошли-пошли-пошли очень быстро вперед. Вот как-то так. Добрый день, Катерина, меня Константин зовут. Если я правильно знаю, то для того, чтобы заняться своим стартапом, вы уволились с довольно-таки хорошей работы. Вот у меня вопрос, как оно было уйти со стабильного заработка в свободное плавание, как долго, ну, и вообще, как это чувствовалось, где бывались деньги? Ну, давайте так, значит, я уволилась из суперкомпании, очень классной компании, которую я очень любила, работать, я уволилась весной, и просто так получилось, что я была в положении, ну, то есть я в декрет ушла, вот, а потом появилась идея создать компанию. То есть я ушла в декрет, и появилась идея создать компанию. И потом я уволилась, родила ребенка, и через два месяца создала компанию. Вы сразу родились в компанию? Ну, так вот, случайно получилось. Ну, то есть, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что для того, чтобы создавать компанию, вы абсолютно четко сказали, нужно увольняться с места работы. Во-первых, потому что это честно, а понимаете, такая штука же есть карма, да, то есть ты нечестно, потом к тебе нечестно, оно все равно так будет. Во-первых, это потому что честно, а во-вторых, потому что бизнес такая штука, предпринимательство, с моей точки зрения, ты или туда ныряешь и уже как-то выплываешь, или ты не занимаешься фигней. Ну, то есть совмещать нормальную работу в компании, на какой-то позиции, работать, отдаваться своей компании, и при этом создавать бизнес параллельно, ну, мне кажется, это не очень правильно. То есть я бы его не советовала, и я по нему не шла, давайте так скажем. Добрый день, Екатерина. Если можно, несколько слов о роли… Да, здрасте. Несколько ваших слов о роли лидерства в успешной компании. Каков ваш рецепт лидерства? Каким должен быть лидер любой успешной компании? И из чего состоит ценность каждого сотрудника успешной компании? Спасибо. Ну, тяжелые вопросы. Тяжелые вопросы. Значит, давайте по шагам. Лидерство нельзя делегировать. Пункт номер один. И ошибка номер один, которую делают многие, они делегируют лидерство. Делегирование лидерства – это когда… Мы уже рассматривали этот кейс. Лидерство – это когда вы говорите, я найму другого человека, и этот другой человек будет руководить моими продажами. Вот лидерство диригировать нельзя, потому что тогда у вас появляется неформальный лидер, в этом нет смысла. В чем суть лидерства, с моей точки зрения? Суть лидерства в том, что ты очень сильно веришь в эту идею, очень сильно веришь в то, что ты делаешь, ты реально приносишь пользу людям, а не зарабатываешь бабос. И это очень важно. Потому что когда речь идет о зарабатывании денег, бизнес большим будет вряд ли. То есть надо очень верить искренне в то, что ты делаешь, ты реально приносишь пользу окружающим себя, сотрудникам, клиентам, партнерам и так далее. И вот когда ты искренне в это веришь, то люди сами с собой пойдут за тобой, потому что они, например, тоже хотят верить в эту же идею, они тоже хотят приносить пользу людям. А если они не хотят, значит, они не будут работать в вашей компании. Вот и все. И это нормально. Ответила на вопрос? Денис, а что там со временем? Окей. Окей. Да, вот тут вопрос. Если я сейчас сделаю 8 лет назад, что бы вы еще сделали по-другому эффективнее, имея уже тот опыт, который есть сейчас? Если надо, могу повторить. Сейчас у нас тема доклада 8 лет вперед. Если 8 лет назад, имея уже этот опыт, что бы вы сделали нового эффективного, внедрили уже тогда, исходя из того опыта, который есть сейчас. Ой, я бы сделала 100%. Я бы была намного быстрее и агрессивнее. Ну, я очень серьезно говорю. То есть мы развивались, с моей точки зрения, недостаточно быстро. Мы могли достичь этих результатов в 2 раза быстрее. Если бы, ну вот, если бы я больше рисковала, если бы я была смелее, агрессивнее, может быть, с точки зрения завоевания рынка в каких-то вопросах, быстрее бы набирала персонал. То есть я была бы быстрее, агрессивнее в любом действии, которое я делала. Вот такой вот ответ на вопрос. Однозначно. И то, что я могу посоветовать, это, если вы поверили в идею, если бы что-то создали, вы уже туда вложились, то нужно гнать изо всех сил. Ну, вот сколько сил есть, вот с таким количеством силы нужно работать. Потому что, ну, иначе вы, ну, будет очень тяжело. Иначе вот те, кто медленно-медленно-медленно раскачиваются, вот это те 9 компаний из 10, которые потом через пару лет закрываются. Ирина меня зовут. Подскажите, пожалуйста, я тут вот, внизу, прям вот. У кого слева, у кого справа. Привет. Подскажите, как объединяете роль предпринимателя, скажем, лидера, да, мамы, жены и так далее. Вот как это удается? Нет, как все объединяются. Не, не, все очень по-разному, честно. То есть у кого-то куда-то перекос идет. То есть вот как у вас, ваша ситуация? У меня просто кроме семьи и бизнеса ничего нет. У меня перекос в эту сторону. Ну, то есть вот у меня есть двое детей, муж, семья моя, которым я уделяю много времени. Есть бизнес. И кроме этого у меня ничего нет. То есть все равно надо чем-то жертвовать. Ну, то есть, например, я бы хотела путешествовать или я бы хотела практиковать йогу, например, каждый день, а не там три раза в неделю. Я не могу себе это позволить. Ну, потому что у меня другие какие-то приоритеты. Безусловно. Ну, смотрите, техника очень простая. С утра вы в бизнесе. Да, ну, то есть детей забросили в школу, в бизнесе. Бизнес, бизнес, бизнес до восьми вечера. В восемь нужно вернуться, чтобы покормить, проверить уроки, уложить спать, поговорить о жизни. Уложили спать в десять, сели за компьютер. С десяти до двенадцати до часа работаете, ну и нормально. И все успели. А муж после часа. Аня. Обычно муж после часа. Все, на этой радостной ноте. А муж после часа. Добрый день. Меня Вадим зовут. Я один из топов строительной компании. Вот вы говорите, вы бы стали быстрее, сильнее, мудрее, не знаю, если бы вернулись назад. Быстрее. Ну да, есть тенденция как бы того, что рынок поглощает продукт тогда, когда он к нему готов. То есть если бы вы восемь лет назад развились ровно в два раза быстрее, то есть вероятность того, что вы, по идее, не дошли бы до этого уровня, потому что к вашему продукту не был бы готов рынок. Ну не могу с вами согласиться, но смотрите, цифры. У нас сегодня чуть больше десяти процентов рынка CRM в СНГ, ну во всех странах СНГ, да? Но их бы было не десять процентов, их было бы двадцать процентов. Хорошо. Согласен. Давайте вернемся назад в Советский Союз. В этот момент попадает, представляем себе ситуацию, создаем страну САД, да, там он обсуждает. В этот момент попадает к нам Макдональдс. В Советском Союзе Макдональдс был бы не актуален. Люди тогда ели, ну страна была аграрная. И все равно люди стремились к тому, что они ели то, что продавали на базарах, и то, что натурально. Но если бы такая же реклама шла тенденция того, что это не полезно, оно бы не развилось. То есть продукт тогда был не актуален. Фастфуды сейчас выживают за счет, ну выживают и прогрессируют за счет того, что у людей становится мало времени, нужно быстрее где-то перехватывать. То есть нет времени на долго посидеть, приготовить пять часов еду и покушать. Так вопрос? Нужен ли Макдональдс в Советском Союзе? Думаю, да. Вопрос, нужна ли скорость? Скорость нужна, думаю, да. Ну серьезно, я думаю, что жизнь настолько коротка, что чем быстрее вы будете, тем будете двигаться в бизнесе, тем больше опыт вы получите, и тем больше пользы вы сможете принести людям. Ну серьезно, то есть вот мне кажется скорость, это то, в чем я совершенно не сомневаюсь, максимально возможная скорость. То есть нужно жить с моей точки. Ну окей, давайте так, мы 7 миллиардов уже человек на планете, у каждого своя философия. Вот это я просто рассказываю, вот мне дали такую возможность, спасибо, Денис, рассказать свою философию жизни. Вот моя философия жизни, максимум, вот сколько ты можешь на пределе возможности, вот столько нужно брать от жизни и столько же нужно отдавать людям. Поэтому скорость, это очень важно. Окей, на этом мы, наверное, закончим. Самое главное, что я из этого вынес, что время, традиционная наша встреча с Катей в 8 вечера, наверное, не сильно правильная для обсуждения бизнес-задач, потому что мы воруем время у обоих семей.